Шпигель рассказал, как производитель шипучки разоружал СССР быстрее, чем США. Материал представлен в пересказе и на ТВ. Ссылочку на эту статью мне дала подписчица моего YouTube канала, за что большое спасибо. В 1972 году, благодаря первоклассному пиар-трюку, Пепсикола стала первым потребительским товаром из США, который производился и продавался в Советском Союзе. Пишет Шпигель. С годами, однако, из-за неконвертируемости рубля остров стала проблема оплаты. В результате партнеры по сделке проявили изобретательность и договорились о новой валюте – военной технике, которой у СССР было более чем достаточно, отмечает немецкое издание. Благодаря первоклассному пиар-трюку амбициозного американского менеджера Дональда Кенделла, в 1972 году Пепсикола стала первым потребительским товаром из США, который производился и продавался в Советском Союзе. Пишет немецкий журнал «Шпигель». Автор статьи Штефан Райф имеет в виду случай с Никитой Хрущевым на выставке в парке «Сокольники» 24 июля 1959 года. Во время знакомства с достижениями американской промышленности в компании президента Никсона, советский лидер начал испытывать жажду, и в тот самый момент у его руки, не по воле случая, и оказался бумажный стаканчик с коричневой газировкой. Перед тем, как в 1972 году Пепсикола появилась на прилавках в Советском Союзе, сторонам, однако, пришлось сначала решить большую проблему с оплатой. Так как рубль нельзя было конвертировать в доллар, в ходе сделки 1972 года партнерам пришлось проявить изобретательность. Решением, как это часто бывает в России, стала водка. Пепси в обмен на концентрат колы получила российскую водку марки «Столичная» для эксклюзивной продажи на американском рынке, поясняет журналист «Шпигель». Для Пепси, продолжает Райх, это была хорошая сделка, настолько хорошая, что благодаря ей в 1989 году компания реализовала в Советском Союзе продукцию на сумму 490 миллиардов, извините, миллионов долларов, и в результате захотела расширяться в СССР. Именно тогда Пепси вновь столкнулась со старой проблемой. Оплата в рублях была по-прежнему невозможной, а в США, к тому же, упали продажи водки «Столичная». Впрочем, было бы желание, решение найдется, иронизирует автор. В итоге, в 1989 году Советский Союз договорился о новой валюте, военной техники, которой у него, так же, как и водки, было более чем достаточно. Во владение Пепси перешли 17 подводных лодок, крейсер, фрегата и эсминец. Вдобавок, компания получила лицензию на продажу водки на следующие 10 лет, перечисляет журналист немецкого издания. В результате, хоть всего и на пару дней, в распоряжении производителя шипучки неожиданно оказался один из крупнейших военно-морских флотов в мире. Советские подлодки и корабли Пепси продала за большие деньги шведской компании, которая занималась демонтажом старой техники, уточняет Райх. Эта необыкновенная сделка вызвала в Белом доме бурную реакцию. В свою очередь, Дональд Кэндл, на тот момент уже глава Пепси, лишь шутил «Мы разоружаем Советский Союз быстрее, чем вы». А в следующем году, не впечатленные критикой Вашингтона, Кэндл и Пепси и вовсе расширили сделку с Москвой, отмечает автор статьи. На одной из советских верфей должны были быть построены дополнительные 10 кораблей нефтяных танкеров и торговых судов, некоторые из которых весили 65 тысяч тонн, и перейти во владение Пепси в качестве оплаты. «Концерн планировал продать этот торговый флот или сдать его в аренду», вносит ясный журналист в Шпингеле. Как написала в начале 90-х Нью-Йорк Таймс, «это была бы крупнейшая сделка всех времен между американской фермой и Советским Союзом». Сделка эта, однако, обернулась кошмаром для Пепси. В 1991 году Советский Союз распался и верфь с наполовину готовыми кораблями внезапно оказалась в новой стране под названием «Украина», поясняет автор статьи Штефан Райх. «Неожиданно все развалилось на тысячи частей. У нас был на руках договор на несколько миллиардов долларов с несуществующим партнером Советским Союзом. Выражаясь другими словами, наш партнер по бизнесу обанкрутился», заявил Кэндалл в интервью «Лос-Анджелес Таймс» в 1992 году. Шпигель рассказал, как производитель шипучки разоружал СССР быстрее, чем США. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин